Вот интересный отрывок, освещающий некоторые факты из биографии керченского поэта Георгия Шенгеля и грузинского происхождения от Папара Сриги, который родился в правдовательном реке, учился в Керченской гимназии и так далее и тому подобное. Родился он в 1794 году. И вот тут пишется. Кемерийского Босфора, треугольные паруса, рыбач их Баркаса в радуге Багаевского в высоком небе пробудили в душе его поэта. Что интересно, как легко подтасованы факты, особенно про дорийские остатки дорического храма и так далее. Но простим это биографом керченского поэта. Что же ему мешает? Что же его постоянно отталкивает и приводит в состояние уныния? Например, попробуем в этом разобраться, слушавшись строки его сихотворения 1931 года. Итог. Я к минувшему стал равнодушен, а не сбывшимся поздно жалеть. И любимый мой город разрушен, и в чужом предстоит умереть. И не будет для мертвого взора, что давно уже туманей одрях, ни бессмертной лазури Босфора, ни колонны в коринских кудрях. Поэта носила по стране. Жизнь в Москве, это не обязательно, жизнь только в этом же городе, хотя и там достаточно дел. Иногда он возвращался, иногда приезжал в родной город. Вот сихотворение 1938 года. Возвращение. Пароход подходит к пристани, пеня белые бугры, и висит звезда над зубьями метридатого холма. От ладоней пахнет сыростью, губы соланы на вкус. Я вернулся, и неведомо, для чего вернулся я. По лобастому булыжнику рыбный рынок прохожу, где уже считают выручку у фонариков клонясь. И сквозь темные проволочки в портовую пустоту вдруг пахнет с бульвара музыкой и акацией пахнет. Мне домой идти не хочется, да и незачем домой. Вот кофейня, сяду к столику, папироску раскурю. Из окошек слышно щелканье лаконических шаров. Это будни, лето, молодость, одиночество мое. Казалось бы, поэт описал свое возвращение, и на это можно поставить точку. Но, будучи эвакуацией в городе Фрунзе в 43-м году, в июле он напишет вторую часть продолжения этого стихотворения, возвращение. Я в окошко стукнул пальцем, под окошком пес лайнул, и твой оклик нежным жальцем каплю меда протянул. И как тучка голубая в пенной пряже серебра, ты ко мне, плащом порхая, полетела из двора. Легкий стан твой, как бывало, дрогнул у моей груди, и желанное настало, и былое впереди. Кончилась война победой русского оружия. «Поэт вернулся в Москву». Поэт всегда остается поэтом, в каких бы жизненных обстоятельствах он ни находился. Но мы не найдем его творчестве, ни славославий, посвященных партии, ни строительству коммунизма и социализма, никаких посвященных этому поэм, как у некоторых оппозиционеров позднесоветского времени, которые благодаря своим славославиям, в общем-то, и вышли на литературный олимп. Поднялись, ворвались. Его и не замечали о нем, его и печатали мало. Он, можно сказать, не считая его литературных, литературоведческих эссе и произведений, может, это и была его потребность уйти в это творчество. Он оставался предан своей идее, своему творческому пути. Вот, например, стихотворение его 46-го года. Ай, хорошо! Я на три километра заплыл, лежу, качаясь на спине. По животу скользит прохлада ветра, плечам тепло в полуденной волне. Двумерен мир, обрыв камыш-буруна, сам по себе синеет вдалеке. И у ресниц вплотную тает шхуна, как леденец в алмазном кипятке. Стихотворение Написано 27 сентября 1948 года Дом на верхней Митридатской Черной арке черный вход Точно дверь пещери адской Кто там жил и кто живет Неуклонно окна слепы Тусклым глянцем залиты И огромных комнат склепы Полный гулкой пустоты Рядом кроткие домишки Солнцем дружные дворы Где священно действуют мальчишки В строгих таинствах игры Жизнь кругом Соленый ветер Даль Разурней женских слез Джефф Известный кошкам септер В тумбу тычет сочный нос Но иду проулком длинным А за мною не дыша Веет холодом за спинным Дома страшного душа На себя благородную миссию Создание прочного мира Во всем мире Солнцем дружные дворы Все мы можем вспомнить Такие же картины Жизни В этом тихом южном городочке Январь 1950 года Крепкий чай Холодная котлета Лампа золотая в 200 ватт Музыка с бульвара Это лето Тихий дом Уют И мир И лад Мягкий гром Поваркивает где-то Точно травят якорный канат Никогда О! Никогда Во веки Вечеру такому не бывать Брось тереть натруженные веки Отложи Заветную тетрадь Все вольются Все вольются Реки В океан Его слепую гладь Поэт Пишет о том Чего уже нельзя вернуть Что было То ушло И никогда не вернется Валившись В океан Его слепую Гладь 52-й год И снова Введение Улиц Горбатых И раннего вечера С быстрым дождем Лиловый булыжник Мерцает на скатах И в старой кофейне Сидим мы И ждем Чего неизвестно Кого непонятно Быть может Откинутой Шторы в окне В том доме Напротив Быть может Невнятно Лепечущие песни О нежной волне Девчонки Быть может С глазами Как вишни На дальнем бульваре Мелькнувшие Вчера Или попросту Радости Легкие И лишние Как эти Под летним дождем Вечера Никто нас не ждет Никуда нам не надо Мы тихо сидим Говоря ни о чем Но странной тревогой Ночная прохлада Встает И сгущается Там За плечом Певец Поэт Писал О родном городе О своих Переживаниях О прошлом Не будучи там Он писал Это все В Москве И поэтому Так логично Звучит его Эпитафия Написана им В сорок первом году На этой могильной стеле Прохожий добрый Прочти Здесь лег Здесь лег На покой Шенгеле Исходивший Свои пути Исчез Благодатной Лети Тревожный Маленький Смерч А что он любил На свете Нинку Стихи И Керчь Мальским утром Друзья Не гулять нам Конечно нельзя Нас встречают С поклоном Сосны и клёны Сравы Паре Клик Стихи Стих Георгия Шенгелия Див Кличит Верху Древа Велит Послушать Земли Незнаемы И слово О полку Игорева Эпиграф Полна Полынью Степь Латунная Луна Над Гребнем Черных Скал Стоит Совсем Одна Непроецаема Как маска Гробовая Невидимый Залив Гудит Не уставая Безгромной Молнией Вонзаясь Вдруг Влаза Ползет Из Турции В громаде Туч Гроза А мне Уютно Тут Под Древнюю Стеною Чья Чьи Глыбы Тяжкие Нависли Над Спиною Тут Золотой Курган Тут Был Босфорский Форт Оплот Античности Противу Скифских Орд Отсюда С этих Глыб Вытягивая Шеи Громили Пращики Гоплитов Гераклеи Тут Буйствовал Помпей И Понапрасну Яд Глотал Затравленный Как кошка Митридат Лет Тысячу Спустя Монахиню Елену Фаун Заманил Суда С ним Лечь Под Эту Стену И Заласкал Ее Лет Тысячу Спустя Здесь Пушкин Проезжал Болтая И шутя А через День Всего Послушная Ветрила Тоской Горольдовой Над ним Прошелестила Теперь Тут Пусто Все Порой Среди Атар С герлыгой Медленно Пройдет Старий Ковчар Порой Присядет В тень Охотник Утомленный Да Юркнет Ящерка Из Виленкой Зеленой Да Смелый Мальчуган Как я Тайком Удрав Из Дому Ляжет Здесь Меж Горьких Душных Трав И Будет Слушать Ночь В томлении Непонятном О тайном Горестном Любимом Невозвратном Лежу Вдруг Издали Таинственный Возник Меняя Высоту Не Объясним Клик Раскат Зеребряный Сиреналь Заводская Безумный Лейфагот До Сердца Проникал Див Кличет О Какой Сумятиц Я Я Слушал Этот Вопль Прибой Кристальных Волн О Скалы Черные Незнаемые Земли Ищай Их Осезай Вздыхай И Виждь И Вдем Вдем Лейфавр Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал 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 DimaTorzok 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 DimaTorzok